Такая история у нас была в 18-19 веке, когда элита, национал-предатели тогдашние, отказались от русского языка в угоду французского. И пришел Наполеон, а потом стали преклоняться перед всем немецким, немецкая философия, ах какая-то ваша философия. И пришли немцы, сначала Первая мировая война, потом, и мы убедились, вот эта высокая европейская культура. А сегодня у нас засели англо-саксонская культура. Так они уже пришли, они пришли, уже встали у наших границ. Их фильмы идут в наших кинотеатрах, их музыку слушают и дети, и взрослые. Мы носим их одежду, мы смотрим их фильмы. Посмотрите вывески на наших городов. Есть города, просто не хочу называть, там такие замечательные люди живут, чтобы им больно не сделать, хотя они это знали. Где вообще нет вывесок на русском. Но если встречаются русские слова, их пишут английскими буквами. Какой-то там творожок. И ты думаешь, что за магазин? И я тогда задаю вопрос. Это мы что, хотим нашу родину приуготовляем для комфортного проживания здесь американцев? Чтобы они чувствовали себя здесь как дома? Ведь когда турки вошли в святой град Константина, сегодня уже давно это Стамбул, они были удивлены, знаете чему? Оказалось, что греки, так тогда, вельможи, было модно говорить по-турецки. Было модно носить турецкую одежду, турецкая кухня, турецкая музыка. Прежде чем в страну входит неприятель, туда входит его язык и его культура.